здравствуйте дорогие друзья приветствую вас драгоценные прекрасные дети божьи приветствую вас дорогие телезрители и всех кто присоединился к нам прямой в прямой трансляции через интернет доме в доме веры интернет общения я очень рада что сегодня у нас есть такая прекрасная возможность быть вместе друг с другом а также также пребывать его слове и научаться чему-то вместе и самое главное что мы сделаем сегодня мы будем молиться мы будем славить нашего господа мы будем провозглашать его победу утверждать его славу его господство над всеми обстоятельствами в наших жизнях над всей землей над всеми проблемами над нашими сердцами он царствует и он господин он достойно завоевал себе победу и сегодня мы являемся частью этой победы мы в нем а он нас и об этом мы немножко больше будем сегодня говорить в нашем эфире сейчас дорогие хочу спросить как у вас дела как у вас настроение и надеюсь услышать что слава господу может быть не все так и гладко и отлично как ожидает наша плоть но в духе у нас пребывает радость внутри мы рождены свыше мы пребываем в господи и сердце радуется и находится состоянии мира и покоя я очень надеюсь что этот покой пребывает ваших сердцах первую очередь и так дорогие приглашаю вас к молитве приглашаю к тому чтобы нам призвать имя господа и дальше мы с вами поговорим на одну очень важную интересную тему я считаю что она самая важная и мы будем о ней говорить вы надеюсь поддержите меня в этом понимании этого вопроса а сейчас я приглашаю вас к молитве давайте помолимся и призовем имя господа дорогой отец небесный во имя иисуса христа мы приходим к тебе господь мы приходим к тебе отец славы бог света бог любви мы приходим к тебе потому что у тебя нет никакой тьмы нет никакого зла ты источник света источник доброты любви покоя мира мы приходим к тебе отец как твои дети мы нуждаемся в тебе мы нуждаемся в твоей благодати мы нуждаемся в твоей защите мы как маленькие дети господь нуждаемся во всем чтобы ты окружил нас со всех сторон окружил на своей заботой своим вниманием своей милостью господь своим обеспечением потому что ты наш небесный отец и кто как не ты лучше всего знаешь все наши нужды знаешь все наши переживания все наши ситуации и кто как не ты придешь и поможешь нам во всех обстоятельствах нашей жизни и я благодарю тебя мой великий бог я благодарю тебя и превозношу тебя господь я поклоняюсь тебе великий всемогущий достойный принять всю славу и честь отец светов отец любви бог славы я поклоняюсь тебе ты достоин принять всю славу и честь иисус иисус божий сын мы превозносим тебя мы благодарим тебя за твою любовь и милость превозносим тебя поклоняемся тебе за твое послушание за твое единство с отцом за то что ты был послушен отцу до смерти и смерти на кресте иисус мы благодарим тебя что сегодня мы можем приходить тебе как великой личности как великому сыну божьему и сыну человеческому господь возвещать твое совершенство твою полноту твою радость твою любовь твое прощение и иисус мы поклоняемся тебе господь мы превозносим тебя о будь прославлен будь возвеличен господь слава 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 честь хвала и поклонение тебе аллилуйя отец отец мы благодарны тебе за все мы знаем что мы никогда не выпадем из твоей руки мы знаем что никто не может нас похитить из твоих рук но ты всегда с нами господь ты всегда защищаешь нас ты ополчаешься вокруг нас против врагов наших господь когда мы приходим к тебе когда мы доверяем тебе свое сердце не ты никогда не ранишь наши сердца ты будешь оберегать нас потому что наш вечный покой наше вечное упование и блаженство это в тебе иисус в тебе в тебе ответы тебе сила тебе вся мудрость тебе вся полнота тебе вся красота о великий и превознесенный царь славы аллилуйя аллилуйя слава 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 тебе честь и поклонение ты достоин агнец божий ты достоин иисус господь и мы никогда не устанем славит тебя мы благодарны тебе что господь ты назвал нас своими детьми мы теперь не рабы мы не рабы господь но мы твои дети мы твои дети одеть и у них другая позиция это не позиция рабство эта позиция свободы эта позиция доверия позиция дружбы со своим небесным отцом господь это привилегированное положение которое ты дал нам во христе иисусе и мы благодарим тебя и поклоняемся тебе господь поклоняемся тебе поклоняемся тебе поклоняемся тебе превозносим тебя, величаем тебя, ты превыше всего, ты превыше всего, и мы утверждаем твою власть, твою позицию, ты превыше всего, Бог света, Бог любви, и нет в тебе никакой тьмы, о Господь, хотя мы слабы, хотя наша плоть порой издается и отступает, но ты нас не оставляешь, ты не оставляешь, ты продолжаешь нас лелеять, продолжаешь нас поднимать, вкладывать в нас мечту, вкладывать в нас силу, надежду, Господь, мы благодарим тебя, благодарим тебя, Господь, я надеюсь, что вместе со мной сейчас мои друзья по всему миру, Господь, обращают свой взор к тебе, и взывают к тебе, и славят тебя, и поклоняются тебе, Господь, потому что этот эфир, Господь, не для какой-то галочки, а для того, чтобы было поклонение тебе, чтобы было словословие тебе, Господь, о Отец, я благодарю тебя, что сегодня ты нас собрал не для того, чтобы мы просто игрались во что-то, но чтобы мы действительно всем своим сердцем открывали тебя для себя, чтобы мы еще больше познавали тебя, чтобы мы больше погружались в тебя, превозносили тебя, Иисус, Иисус, ты достоин принять всю славу и честь, ты достоин принять всю славу и честь, Иисус наш, Господь, тебе вся хвала, Иисус наш, Господь, тебе вся хвала, поклоняюсь тебе, поклоняюсь тебе, ты победа моя, и ты сила моя, Иисус мой, Господь, поклоняюсь тебе, превозношу тебя, Иисус, Аллилуйя. О, Господь, сердце хочет петь, петь и славить имя Твое, Иисус, Иисус, я благодарю тебя, благодарю, что ты призываешь нас славить имя Твое, поклоняться Тебе, и это есть плод уст наших, это есть, Господь, жертва хвалы. Господь, когда мы славим Тебя, Тебе это приятно, это приятное благоухание возносится к престолу Твоему. Господь, и мы благодарим Тебя. И я прошу Тебя, дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, Ты обещал, Господь, заботиться о своих детях, Ты обещал нас вести, хранить и направлять нас в Духе Святом. И я прошу сейчас за наших дорогих телезрителей, за всех тех друзей, кто смотрит нас через интернет-общину Дом Веры. Я прошу Тебя, Господь, благослови каждого человека, кто смотрит сейчас этот эфир. Я прошу Тебя, Дух Святой, прикасайся прямо там, на этом месте, где они стоят. Прикасайся, Господь, своей славой, своим величием, своей мудростью. Господь, прикасайся к сердцам, изменяй сердца народа Твоего, сыновей и дочерей Твоих, чтобы сердца были мягкими, податливыми, смиренными, Господь, доверяющими Тебе, Господь, чтобы уходила всякая гордость, амбиции, упование на себя, на свои человеческие возможности и приходило понимание упования на Тебя. Господь, благослови, потому что мы в Тебе, а Ты в нас. Да будет Тебе вся слава и честь. Я прошу Тебя, Господь, пусть всякая нужда, пусть всякое сложное обстоятельство, которое сейчас есть в жизни моих братьев и сестер, пусть это обстоятельство будет сокрушено и изменено, Господь, силой любви Твоей, благодати Твоей и Твоя особая защита будет над каждым Твоим детем. Господь, храни своих детей, сынов и дочерей, храни, Господь, чистоте и святости помоги пройти этот земной путь, благослови, Господь. Пусть приходят ответы, пусть приходит мудрость, помощь от Тебя, Господь. Ты источник жизни. Я благодарю Тебя, славлю Тебя и поклоняюсь Тебе со всеми святыми, кто смотрит сейчас этот эфир и кто наполняет эту землю словословием. Слава Тебе, Господь! Хвала Тебе! Аминь! 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 Дорогие, так здорово и прекрасно, что Господь нам дал такую честь славить Его и поклоняться Ему. И сегодня я хочу с вами поделиться на важную тему. Эта тема является центральной в Библии. Эта тема связана с личностью нашего прекрасного, великолепного, самого восхитительного человека и Божьего Сына Иисуса Христа. И сегодня я хочу с вами поговорить на основании послания к Колосинам. Мы затронули эту тему недавно в нашем эфире. Я как бы хотела продолжить ее, но основной упор мы сегодня будем говорить об Иисусе. Что говорит нам Писание о Нем, как о Личности, кто Он для нас, кто Он вообще. Мы поговорим об этом. Сейчас я попрошу наших операторов включить песню «Поклонение». И после поклонения мы вернемся в студию, и песня называется «Иисус, мое сердце поет Тебе». «Наши сердца поют Господу». Я попрошу включить, и мы будем поклоняться Ему через эту песню. «Поклонение» мое сердце поет тебе а любви твоей ко мне не могу молча за меня на кресте свою кровь пролил и вину мою прости и спасение да иисус мое сердце поет тебе а любви твоей ко мне не могу молча за меня на кресте свою кровь пролил и вину мою прости и спасение да иисус я преклоняю сердце свое пред тобой пред тобой ведь на кресте за нас ты пролил свою кровь свою кровь и в этом любовь иисус мое сердце поет тебе а любви твоей ко мне не могу молча за меня на кресте свою кровь пролил и вину мою прости и спасение да иисус я преклоняю сердце свое пред тобой пролил свою кровь и в этом любовь иисус мое сердце поет тебе а любви твоей ко мне не могу молча за меня на кресте свою кровь пролил и вину мою прости и спасение да иисус мое сердце поет тебе иисус мое сердце поет тебе иисус мое сердце поет тебе а любви твоей ко мне иисус мое сердце поет тебе и вина иисус мое сердце поет тебе иисус мое сердце поет тебе и вину мою прости и спасение да Субтитры создавал DimaTorzok Иисус, мое сердце поет Тебе, о любви Твоей ко мне, о любви моей к Тебе. О Господь, мы благодарны Тебе, что наши сердца, они наполнены песней. Как ты поешь своей невесте, своей церкви, песню песней, самую великолепную песню любви, так в ответ наши сердца начинают петь Тебе, Господь. И мы благодарны за то, что мы можем петь Тебе. Я приветствую всех наших друзей вновь в этом эфире. Я приветствую наших дорогих телезрителей, наших дорогих партнеров, наших братьев и сестер, просто моих драгоценных братьев и сестер, которые смотрят нас и в интернет-общине. И я очень рада, что у нас есть это время общения, что мы с вами вместе сегодня. И я приветствую тех, кто, может быть, только что присоединился к нам. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами в этом эфире. Мы будем говорить на очень важную тему, очень важную тему, которая является основой нашего верования. Почему, зачем, для чего мы верим в эту личность. Итак, дорогие, я сегодня хочу говорить об Иисусе Христе, о Господе нашем Иисусе Христе. Может быть, кто-то скажет, ну мы знаем уже, что Иисус сделал, кто он такой, как он ходил с учениками, что он говорил. Это все замечательно. Я сейчас хочу поговорить о нем как о личности. И я думаю, что говоря об Иисусе Христе, никогда не бывает много говорить о нем, смотря как, конечно, говорить. Некоторые люди, как сегодня, говорят об Иисусе. Возможно, вы сами сталкивались, дорогие друзья, с такими ситуациями в вашей жизни, когда вы начинали кому-то говорить об Иисусе, и в ответ вы говорите восторженно, вы говорите в радости, в уверенности, а в ответ вы видите кислые лица, может быть, люди, которые, может быть, не совсем интересно узнать об этом, а кто-то даже начинает опровергать и говорить, «Ой-ой-ой, подожди, ты мне рассказываешь про Иисуса? Да он же умер! Он же жил две тысячи лет назад, и он умер! Его нет уже!» И разные реакции мы можем встретить у людей. Кто-то говорит, «О, да, я знаю, я слышал про Иисуса. Иисус – это был великий учитель». Я читала некоторые книжки, и в этих книжках некоторых религиозных убеждений там прямо так написано «великий учитель», «великий учитель». И мы можем встречать разные мнения об Иисусе. Кто-то говорит, «Иисус – это пророк». Пророк – очень важный пророк, который говорил о чем-то, о чем-то, о чем-то, говорил людям. И однажды Иисус даже спросил у своих учеников, «А вы за кого меня считаете?» И вы знаете, что вокруг этого вопроса разгорелся диспут. Ученики говорили, что люди говорят, «Ты пророк, ты то-то, то-то, то-то». Кто-то, может быть, считает, что Иисус был великий деятель, великий лидер. Может быть, кто-то говорит, «Да, был такой Иисус, который чудотворец, он делал чудеса, он даже мертвых воскрешал». И можно услышать разные мнения. Хочу спросить вас сегодня, дорогие друзья, как вы определили для себя Иисуса, кто для вас Иисус? И точно так же этот вопрос я могу задать и себе самой, кто для меня Иисус, кто такой Иисус. И мы сегодня с вами увидим через Священное Писание, когда прочитаем Его и еще больше углубимся и откроем для себя Личность Иисуса. Знаете, точно такой же вопрос, он возникал во все времена исторических, во все исторические периоды. В разных церквях, в разные ситуации, в разных народах всегда, периодически возникал вопрос, кто такой Иисус. И этот вопрос возник в Колоссинской церкви. Мы с вами на прошлой передаче поговорили о Колоссинской церкви. Мы узнали, что у них возникли проблемы. Эта церковь попала под влияние эритических учений. Под различные ветры учения стали проникать в эту церковь. И пастор церкви был обеспокоен. Но знаете, он жил в счастливое время, он жил в эпоху апостола Павла. И он, не мешкая, не думая, узнал, где находится апостол Павел. Собрал свой маленький узелок и отправился к нему. И нашел его в Риме, нашел апостола Павла в тюрьме в Риме. Но в то время он имел доступ, можно было посетить его, можно было узнать, поговорить. И Епофраз, этот человек из Колоссинов, пастор церкви, приехал к апостолу Павлу и стал рассказывать ему, что происходит в его церкви. Апостол Павел, узнав о всех ситуациях, узнав, какие ветры учения наполнили церковь, пишет ответное письмо. И в этом письме он конкретно, четко разделяет, описывает, показывает и делает, расставляет акценты. Кто есть кто, зачем и почему, чего нужно избегать, чего удаляться и на ком концентрировать свое внимание. Если вы возьмете комплексно, прочитаете это послание, вот прямо откройте, прочитайте его с первой главы до последней, всего четыре главы. Прочитайте, и вы увидите картину целиком. И вот апостол Павел пишет это письмо. И очень большую роль в этом письме он уделяет именно, делает акцент, делает большое внимание на Господа Иисуса Христа. Почему ему пришлось сделать акцент на эту личность? Потому что, как предполагают теологи, и мы видим это из текста Священного Писания, люди стали сомневаться в центральной личности Иисуса Христа. Люди стали допускать мысли, что были раньше и пророки. Мы знали, мы узнали и о Моисее, и об Илии. И также было много мудрецов в то время, в том регионе, в этой местности, где недалеко находились колоссы. И люди, они думали и говорили, о, возможно, это один из философов, возможно, это один из самых каких-то выдающихся умов. Но, возможно, он что-то новое, интересное, философское рассказал нам о Вселенной или рассказал нам о человечестве. И они стали думать, а может быть, действительно Иисус и не такой важный. Ведь сейчас много людей мы можем точно так же, дорогие друзья, встретить, которые говорят, Иисус, ну Иисус, да, но Он, ну Он на одном ряду с другими великими людьми. Люди, знаете, всегда стремятся к знаменитостям. Очень много трудов читают, философов каких-то, каких-то ученых, лидеров. Есть лидеры нации, есть лидеры стран, народов, люди, которые достигают каких-то успехов. И иногда мы можем увидеть, что Иисуса ставят в одну линию с такими людьми. И начинают смотреть на Иисуса, как на такого же, ну, великого, знаменитого человека. Но сегодня мы с вами увидим, что Иисус – это не просто великий человек, это не просто великий учитель, это не просто какой-то философ или чудотворец, или известная личность, это гораздо больше. Иисус – это центр всего. Иисус превознесен над всем. И мы с вами, прочитав то, что пишет апостол Павел, порассуждаем и увидим, на что делает акцент апостол Павел. И я предлагаю вместе со мной открыть Священное Писание, дорогие, и обратить наше внимание на послание Колосиным, первую главу. Я буду читать из перевода «Радостная весть», и мы с вами увидим, что говорит апостол Павел. 13 стих. «Иисус избавил нас от власти тьмы и переселил в царство». Извините меня, не Иисус, а здесь речь идет о Боге Отце. «Начало» говорится о Боге, потому что, если мы прочитаем 12 стих, мы увидим, что это Бог дал нам право получить свою долю в наследстве, и именно Бог избавил нас от власти тьмы и переселил в царство своего любимого сына. Знаете, в этом вопросе спасения человека от греха, от царства тьмы, от гибели, от болезней, от всякого рода несчастья и разрушений, в этом процессе участвуют все три личности Божества. «Отец», «Сын» и «Дух Святой». Отец... Знаете, конечно, для объяснения этой позиции нужно, наверное, отдельный эфир взять и показать, как они вместе, три единые, как это прекрасно все работает. Но я хочу просто сказать, что отец отдал сына своего, вы знаете это, этот факт, что он отдал. Представьте, у вас есть сын, и вы его отдаете. Вы любите своего сына, вы любите своего ребенка, свою дочь, сына, вы любите своего дитя безграничной любовью. Вы просто обожаете своего ребенка, вы вкладываете в него все. Он у вас умный, талантливый, способный, он у вас очень покладистый, послушный, просто сама идиллия, и вы его любите, и он вас любит в ответ. И вдруг стоит перед вами выбор. Вы видите, что на соседней улице, я беру пример такой из нашей жизни, произошла трагедия, кто-то там пострадал, и, например, вам нужно отдать своего ребенка этим людям. И эти люди, они недостойны, скажем, они неблагополучны, они проматывают, пропивают, они что-то плохо делают в своей жизни. И вам своего прекрасного дитя нужно отдать этим людям. Это маленькая иллюстрация того, что сделал Бог. Он взял и отпустил сына своего для нас. Но сын был согласен на это. Это не было против воли сына Божьего Иисуса. Он согласился. Так вот, Бог отдал сына своего для чего? И вот то, что мы с вами сейчас будем читать, это победа Иисуса, она привела к тому, что произошло. То есть через эту победу Бог избавил нас от власти тьмы. Если мы посмотрим сейчас на жизнь вокруг нас и увидим, посмотрим глазами, здравыми глазами, не просто оптимиста, о, все будет хорошо, а, все решится, а, все как-то куда-то выведет кривая. Не просто оптимиста. У пессимистов вообще все плохо. Они говорят, о, все вообще плохо. Но я хочу вам сказать, давайте здравыми глазами посмотрим. И есть вещи хорошие, которые нас вдохновляют, которые нам нравятся, какие-то достижения, какие-то победы, какие-то преимущества, что-то хорошее, какие-то социальные программы, помощь людям. Это все замечательно. Но я сейчас не говорю об этом. Я говорю, в общем, на весь мир. Если посмотреть, то, конечно же, царство тьмы – это царство тьмы. Мы живем с вами в окружении царства тьмы. Мы видим, что присутствуют болезни, и они прогрессируют. Мы видим, что присутствуют преступления, когда убивают людей, когда нападают на граждан, когда грабят кошельки в автобусах, когда залазят в квартиры, когда убивают людей, когда есть ссоры между людьми, когда есть конфликты между странами, когда есть ложь, подстава. Ну и все это плохое. Все, 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 все. Когда аморальность сегодня процветает, когда ценности семьи сегодня разрушаются, когда позволяют вступать в брак однополым людям, когда просто все переворачивается с головы, с ног на голову. То есть все кувырком идет в этом мире. И это потому что царство тьмы, потому что правит миром дьявол, правит миром зло. И что делает Бог? Он переводит нас из царства тьмы и поселяет в старство своего возлюбленного сына. То есть, по-другому говоря, мы жили в одной стране, и Бог нас поселяет в другую страну. Физически мы находимся в том же месте, но внутри нас происходят изменения. Внутри Бог, Он помещает нас в другую среду. Наше сердце, рожденное свыше от Духа Святого. Мы понимаем, что теперь мы переселены, перемещены в другое царство и живем по принципам и критериям Царства Божьего. И что же дальше говорит нам Писание? Давайте посмотрим. Он переселил нас, благодаря которому, благодаря Ему, Иисусу, мы получили свободу, прощение грехов. Первая составляющая Царства Тьмы – это грехи. Люди грешат. Люди постоянно нарушают волю Божью. Они впадают в грех, они живут по греху, и грех приводит их к разрушению. Некоторые говорят, почему Бог допускает разрушение, почему Бог допускает трагедии? Позвольте сказать, не Бог, а сами люди вляпываются в эти ситуации. Сами люди из-за греха попадают в проблему. И, конечно, есть еще дьявол, который атакует людей, который желает разрушить жизни, судьбы, подбрасывает людям искушения, увлечения. И человек раз и увлекся. То в наркотики пошел, то нюхать стал что-то, то пошел в какие-то бары, в какие-то развлекалки, где присутствует грех, где присутствуют греховные наслаждения. Но что сделал Господь? Он дал нам свободу, Он простил все наши грехи. Все наши грехи, то, что мы накопили за всю нашу жизнь, придя к Иисусу, Он простил нам все грехи. И следующее, что говорит апостол Павел, мы с вами прочитаем. Иисус, 15 стих. Я читаю из радостной вести, поэтому если вы смотрите меня все на дальнем переводе, сверяетесь со мной, то может быть расхождение. Но я читаю из перевода радостной вести. Он, Иисус, видимый образ невидимого Бога. Остановимся. Он, Иисус, есть видимый образ невидимого Бога. Иисус – это не просто человек, Он еще и Бог. Да, Он пришел в человеческой плоти, Он пришел в человеческом теле, потому что по-другому бы люди Его не приняли. Знаете, сегодня, когда говорят про каких-то этих инопланетян, что их изучают, что их якобы нашли, знаете, вообще эта тема, она абсолютно не важна. Может быть, кому-то это интересно, но для меня интереснее познать Иисуса. И когда, если бы Иисус пришел, Он бы не смог прийти в образе Бога, потому что земля была бы спалена тогда, испепелена была бы от Его славы, от Его величия, поэтому Ему нужно было смирить себя и войти в человеческое тело, в ограниченное человеческое тело, потому что человек в один момент жизни может быть только в одном месте и может думать только о чем-то конкретном и делать что-то конкретное. Бог, Он совсем другой. И Иисус стал образом невидимого Бога, чтобы мы узнали Бога, потому что Бог наш Творец, Он наш Отец, и нам Его нужно знать. Мы не можем без Него. Следующее заявление, которое делает апостол Павел, помните, он пишет Колоссинской церкви, помните, он пишет тем людям, которые подставляли, которые засомневались в центральности в личности Иисуса Христа, поэтому Он утверждает эту личность. И Он говорит, что Иисус – это первенец, первенец выше всего творения. То есть до того, как все вообще появилось, вся Вселенная, и то, что мы видим во Вселенной, появилось Солнце, появились планеты, луна, земля и все, что на земле. До всего этого Иисус уже был. Он был на небесах. Он существующий. Он был, Он есть и Он будет. Поэтому здесь Он говорит, что Он первенец, и Он выше всего творения. Он несотворенный, Он рожденный, Он Божий Сын. И Он выше всего, Он главнее всего над всем творением, чтобы мы видели какую-либо материю, даже ту, которую еще не увидели телескопы, которые еще пытаются увидеть телескопы. Он выше всего этого. Он больше. Он больше всякой нашей мысли, Он больше всякого источника света, Он больше любой звуковой волны, любого кварка, любой детали и любого великого, что мы можем видеть. Он больше. Он первый. Он главный. Он первенец. Потому что через Него, 16 стих, было создано все. И небесное, и земное, и видимое, и невидимое. Апостол Павел очень четко говорит, что Иисус, Он был первый. Он превыше всего. Он главнее всего. Он Господин над всем. И через Него было создано все. И то, что мы видим на небе, и то, что мы еще не видим, то, что еще спутники нам не показали, но то, что существует во Вселенной, далеко за нашим мирозданием, это материальное творение. Небесное и земное. Материальное творение. И есть также духовное творение. Это существа, это ангелы, это силы, начальства, власти, о которых дальше апостол Павел пишет. Они все существуют. Сонмы ангелов, мириады ангелов, каких-то небесных существ, которые с крыльями, херувимы, серафимы, архангелы. Все эти иерархии ангелов, они существуют, но Иисус выше всего. Иисус больше всего. Он Божий Сын. И дальше. Через Него было создано все видимое и невидимое. Мы поговорили с вами о видимом и о невидимом. И он перечисляет, что такое невидимое. Это престолы, господство, начало и власть. Это духовные силы, о которых мы с вами читаем, которые существуют в духовном мире. Мы их не видим. Мы видим только материальный мир. Но есть духовный мир. И Иисус над всем духовным миром стоит первенцем. Он глава над всем. Поэтому все силы тьмы в лице сатаны, его слуг, злых демонов, ангелов, они все трепещут и подчиняются Ему. Они боятся Иисуса. Они веруют в Него, что Он есть и трепещут перед Ним. Все было создано через Иисуса и для Иисуса. Все было создано через Него и для Него. Дорогие, вся планета, все солнечные системы, свет, звук, красота, великолепие, все было создано не для нас, а для Него. Для Него. Все было создано для Него, потому что Он захотел все это создать. Он творец. Он выбрал. Это Его воля. Это Его желание было все сотворить. И все было создано Им и для Него. Он захотел. Знаете, как хозяйка сидит и говорит, о, а я хочу сейчас сделать красивое макраме или красивое ожерелье. Я куплю босы, я куплю нитки, я куплю какие-то пайетки, я еще что-то куплю или возьму что-то сделаю. Или художник говорит, я хочу нарисовать картину, я куплю холст, я куплю краски, куплю кисти и я начну творить. Точно так же этот художник хочет сделать сам и для себя. Так же и все было создано во Вселенной от Него, через Него и для Него. Здесь апостол Павел в 17 стихе еще больше говорит. Он был раньше всего. Он был раньше всего. Что вообще может прийти в голову человека? Он был раньше всего. В нем, в Иисусе, все обрело единство и порядок. Или строй, написано так. То есть именно в Иисусе все обрело единство и порядок. Соединилось все в Иисусе и земное, и небесное. Все должно было быть соединено в Нем. Оно и соединено в Нем, но мы об этом чуть-чуть поговорим дальше. То есть все именно в Иисусе стало гармоничным, лаконичным, все устроено, без хаоса, все в порядке. 18 стих. Это Он, Иисус, голова, тело. Давайте скажем голова. У нас у всех есть голова. Голова. Вот я трогаю моя голова на месте, слава Богу. Голова, тело. И моя голова, она управляет всем телом. Это уже давно доказано учеными, что у нас голова, это как компьютерный гениальный мозг, который распределяет импульсы по всему телу. Все проходит через голову. Видим мы, благодаря голове, слышим, двигаем руками, ногами, пальчиками, зубами, говорим, дышим, все потому, что все функции управления идут из головного мозга. И точно так же Иисус есть глава тела церкви. Тело, церковь – это его тело. Мы разные, как у нас разные части тела. Руки, ноги, пальцы, ногти, суставы, сухожилия, мышцы. Легкие, все остальное внутри и снаружи. И все это в одном теле. И все это нужно. Плохо быть без руки, плохо быть без ноги. У тела Иисуса Христа все в совокупности, все в гармонии. Он глава тела, то есть церкви. Он есть начало, первенец, как мы уже говорили еще раз, Павел говорит, первым воскрешенный из мертвых, чтобы первенствовать во всем. Смерть пришла в жизнь человека из-за греха, из-за грехопадения, из-за непослушания. Но Иисус победил смерть. Он первый прошел через смерть и воскрес. Поэтому след за ним, вся его церковь, умирая, воскреснет, когда будет звучать труба. Если мы дойдем до того момента, когда вся церковь на глазах изменится, это счастье. Но в какой период это времени будет, мы не знаем. Сколько лет еще пройдет? Может быть, мало, может быть, больше. У Бога времена и сроки. Но Он первый был воскрешен из мертвых. И мы видим и читаем эту историю, что Он не мертвый. Некоторые люди остановились на Христе, который мертвый, который остался во гробе, похоронили, и говорят, Он мертвый. Все, где ваш Бог? Но мы знаем, что Он вознесен был на небо. На глазах учеников Он поднялся. И я в это верю, и каждый христианин в это верит. Он был вознесен, Он поднялся. И написано, воссел одесную Отца по правую руку Бога Отца. И ждет того момента, когда Бог скажет ему, Сын, все, готово, иди. И он пойдет. И он придет сюда как человек. Как человек в прославленном теле. Тело, которое прошло уже через смерть. И которое воскресло из мертвых. И он придет как человек, и мы увидим его как человека. Дорогие, ждем ли мы этой встречи с ним? Хотим ли мы увидеть его лицом к лицу? Горит ли наше сердце? Видеть его. Ему нужно первенствовать во всем. 19 стих. Потому что Бог пожелал, чтобы в нем обитала полнота божества. Бог пожелал. Бог пожелал. Иногда люди говорят, а почему все так происходит? Я не знаю, почему так происходит. Возможно, есть какие-то детальные объяснения. Но я хочу сказать один пример. Когда вы смотрите какой-нибудь художественный фильм, или вы читаете какое-то произведение, например, его придумал какой-то автор, и вы читаете его, и вы думаете, ах, почему это событие развернулось так? Ах, жалко. А я бы вот так сделал. Знаете, потому что автор так придумал. В этом фильме автор так придумал. И именно этот человек должен, ну, например, выпасть из вертолета. Почему он не спасся? Вот он выпал из вертолета, вот он, ну, знаете, фильмы сегодня какие. Потому что Бог пожелал. Бог пожелал, чтобы было так, чтобы Иисус был во главе. И поэтому спорить с Богом бесполезно. Конечно, мы пытаемся узнать, почему. И он нам открывает свои секреты. Почему он это захотел? Он открывает нам свое сердце. Но чтобы полнота была в Иисусе, потому что Иисус — это совершенная личность. Вся полнота. Знаете, если мы смотрим на какого-то человека, у меня остается несколько минут, но я хочу быстренько-быстренько вот эту фразу закончить. Если мы смотрим на какого-то человека и говорим, о, этот человек хорош, вот он добрый, он там справедливый, он милосердный, но он немножечко вот жадный. То есть мы всегда можем найти в человеке какие-то отклонения. Ну, вот он такой хороший, но он вот такой скучный. Ну, он такой добрый, такой классный, но он такой сильно громкий. Мы всегда найдем какую-то претензию в человеке. Либо сильно скромный, либо сильно активный. А в нем вся полнота божества. То есть он совершенный. Иисус совершенный. В нем вся полнота. Да и аминь. Может быть, мы еще это не открыли для себя до конца, но мы находимся в процессе. И дальше он все примирил с Богом. Через себя, через смерть свою на кресте мир заключил со всем земным и небесным. И вас, некогда чужих и враждебных из-за своих злых дел, он примирил с Богом через свое земное тело, через свою смерть, чтобы в день суда поставить вас перед лицом Бога святыми, незапятнанными, безупречными. Вот это сделал Иисус для нас. Вот что Он сделал для нас. Чтобы в день суда мы стояли на Его стороне. Мы были с Ним, с Иисусом. Мы держались за Него. Мы были в Нем, чтобы Он был в нас и чтобы мы уповали на Него. И тогда Иисус скажет, отец скажет, а, это Твои? Они святы, потому что Ты свят. Они любимы, потому что Ты любим, мой Сын. Надо нам быть с Иисусом. Дорогие, я желаю, чтобы вы познавали Иисуса в своей жизни больше и больше. Пусть Он будет вашим другом, пусть Он будет вашим наставником, пусть Он будет тем, кто руководит, направляет вас в жизни. Послушайте, Он не жестокий какой-то господин, который как слугу и раба гоняет нас. Нет, Он наш друг. И Он, Его желание сердца, чтобы у нас была эта любовь, и чтобы мы работали с Ним в партнерстве, потому что с Ним партнеры, Он превыше всего. Он превыше всего. И пусть эта любовь будет в ваших сердцах, страстной, пламенной. Пусть Иисус будет Господом во всех сферах вашей жизни. Дорогие, я сегодня прощаюсь с вами. Благословения вам. До свидания, дорогие. Увидимся вновь. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова